Привет уважаемые коллеги по 3D печати. Вот и наступила долгожданная презентация финальной версии пистолета для пункций, которую можно сказать я полностью адаптировал под нужды медиков, учел все пожелания и внес корректировки. Теперь этот пистолет является полностью универсальным и позволяет использовать шприцы разных диаметров и объемов от 10 до 20 кубиков. Также улучшен обзор по шкале шприца и выбран лучший материал для печати, который можно даже стерилизовать кипятком и который имеет отличные технические характеристики. Но самое главное теперь печатать на 3D принтере стало намного легче за счет полностью разборной конструкции и это немаловажно. Ну а теперь давайте поподробнее о самом механизме. В качестве материала я выбрал пластик от компании Монофиламент, АБС плюс телесного цвета. Я даже не ожидал насколько качественным и интересным может быть результат, ведь до этого я использовал ПЛА и ПДЖИ, которые очень тяжело обрабатываются напильником и наждачкой. У ПДЖИ высокая износостойкость, а у ПЛА происходит процесс оплавления. Но вот АБС плюс меня просто покорил своей легкостью в обработке. Перед вами предпоследняя модель пистолета из ПДЖИ пластика. И как я уже говорил, скольжение деталей не очень хорошее. Да и внешний вид тоже. Явно не дотягивает до медицинского инструмента. Ну и к тому же он не универсальный, а рассчитан только на шприцы от 10 до 12 кубиков и не больше. А задачу я себе поставил сделать универсальный пистолет со сменными обоймами, чтобы врачи не мучились и не тратили свое драгоценное время. Да и не загромождали себя огромным количеством таких пистолетов. Я впечатлился моральной поддержкой своих зрителей и буквально на днях завершил финальную версию пистолета. Благодаря раздельному корпусу мы можем легко при необходимости провести техобслуживание, а также подогнать и притереть две половинки между собой, чтобы избежать заеданий толкательного механизма. Скрепляем между собой винтами М3-28 и М3-18, а с обратной стороны гайками М3 в соответствующих пазах. При этом толкающий механизм, сделанный из АБС+, не требует даже смазки, ходит как по маслу. Но чтобы он не выпадал, фиксируем его также винтом М3-18. Процесс взятия пунца вы видели неоднократно, но с объемом 10 кубиков, а этот ган рассчитан уже на объем в 20 кубиков. Также вставляем в обойму, закрываем и фиксируем штоком, выбираем подопытный сок и производим процесс забора жидкости. Вытаскиваем наполненный шприц. И теперь самое интересное, нам нужно использовать теперь не 20 кубовый, а 10 или 12 кубовый, которые явно имеют меньший диаметр. А для этих целей я спроектировал сменные обоймы для каждого из этих маленьких шприцов. Теперь шприц на 10 кубиков станет плотно, как и 20 кубовый, точно по центру, без люфтов. И в отличие от предыдущей версии, для удобства я сделал видимой всю шкалу шприца. Забор материала мы проведем на том же подопытном соке, но при этом с меньшим объемом. Я думаю, что такая универсальность в работе даст однозначное преимущество, ведь теперь не нужно держать сразу два пистолета для разных объемов, достаточно иметь две сменные обоймы под разный диаметр. Мне кажется, что теперь вопрос с пистолетами для биопсии или пункции полностью закрыт. Эту модель я обязательно выложу на бесплатную площадку Singiverse, а готовый образец уже отправил по назначению. Я буду очень рад, если таким подобным инструментом официально обеспечат все больницы. А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. И на очереди тоже немаловажный инструмент в медицине, но об этом будет уже в следующем видео. С вами был Макс, до новых встреч, не болейте.